МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем, кто уже потренировался или только собирается. В эфире первого крымского программа «Мой спорт» с вами я и ее ведущий Валерия Назирян. Прошлая неделя получилась по-спортивному насыщенная, так что скучать в течение следующих 26 минут вам точно не придется. Итак, сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предшествовала спортивной части турнира важное официальное. На свершение юных бойцов напутствовали те, кто не понаслышке знает, что такое подвиг во всех смыслах этого слова. Ветераны-афганцы с особым интересом наблюдали за поединками. Ведь здесь все как и в жизни. Не выложишься на все сто, победы не видать. Наша организация ветеранская инвалидов войны в Афганистане, воинской травмы, постоянно оказывает содействие и помощь вот этим молодым ребятишкам, которые укрепляют свое здоровье. Мы верим, что они придут достойными солдатами, достойными людьми на смену нам, нам, старшему поколению, которые прошли серьезные и горнила войны, и горнила других испытаний. 13-летний Энвер Керимов из Малореченского на подобного рода турнирах частый гость. В этот раз мотивация особая. Надо было не ударить в грязь лицом ни перед судьями, ни перед ветеранами боевых действий. Энвер привык быть первым. Это черта чемпиона. Я думаю показать им какие-то технику обороны, чтобы им понравилось, и чтобы они ушли домой с прекрасным настроением и никогда не забыли этот день. Я только исключительно должен выиграть, потому что я практически никогда не проигрую. Я иду до конца всегда. Соревнования в разделе «Сейф-файт» предусматривают поединки бойцов в полном контакте, как в стойке, так и в партере с ударами, болевыми и удушающими приемами. 19-летний дебютант Вадим Ларев, похоже, всю специфику соревнований понял быстрее многих других участников. По крайней мере, со своим оппонентом он расправился уверенно и быстро. У соперника не получилось то, что хотел. Может, он переводил в партер. У него не удалось, ему точнее не удалось меня выйти на какой-то либо болевой. Ну, я просто, может, я больше подготовился на данный момент. В судейском корпусе соревнований сообщили, что этот относительно новый для Крыма вид спорта уже набирает большую популярность ввиду своих очевидных преимуществ. У нас ребята готовятся служить в вооруженных силах. Ребята проходят жесткую тренировку, готовятся к службе вооруженных сил. Вы видели, сейчас вот ребята показали свою технику, мастерство. В общекомандном зачете первыми стали спортсмены из Алушты. Серебро завоевали Симперопольцы. Тройку призеров замкнул спортивный коллектив из Шанкоя. В хоккей играют настоящие мужчины. Русский играет в хоккей. Русский играет в хоккей. Специфика хоккея такова, что слова из легендарной песни Эдуарда Хиля подходят практически к любому уровню самой быстрой командной игры. Чемпионат Крыма не исключение. В этом году здесь каждый может обыграть каждого, поэтому поединок Крымских Волков и второй команды Барракуды ожидался с неподдельным интересом. Несмотря на то, что игроки обеих команд отлично знают друг друга, на льду, как известно, друзей нет. Победы хотят все, поэтому в ход идут и силовые приемы, и даже небольшие провокации. С первых минут куда более опытные Крымские Волки, минуя традиционную в таких случаях разведку, попытались попросту задавить соперника, который, к слову, обладает самым молодым составом чемпионата. И у них это получилось. В атакующих комбинациях важную роль играл форвард Волков Валерий Стрелков, еще до начала встречи настроившийся на голевые подвиги. Если шайбу забьете, кому посвятились? У меня две дочки, у меня одной мало. План удалось даже перевыполнить. Голевая феерия завершилась разгромным поражением Барракуды 2 со счетом 13-5. Стрелков записал в свой актив хет-трик. Еще три ворота соперника положил играющий тренер Андрей Городничий. Столько же добавил защитник Сергей Осаковский. Примечательно, что он забивал исключительно дальними бросками синей линии. Быстрый выход из зоны, быстрый пас, побольше бросков по воротам, добивания. Все те стандартные вещи, которые применяются в хоккее. Уже 24 февраля крымским «Волкам» предстоит выдержать проверку командой Черноморского флота под названием «Грифоны». Поединок пройдет в Симферополе. Сегодня будем говорить о, не побоюсь этого слова, подвиге крымских рукоборцев, которые произвели фурор на чемпионатах России, на чемпионате среди юношей и среди мастеров. У нас в гостях сегодня президент Республиканской Федерации Андрей Широков. Привет, Андрей. Здравствуй. Андрей, ну, прежде всего, поздравляю вас с отличным выступлением, по-моему, да? И скажи, вот у тебя эмоции уже улеглись, или ты до сих пор где-то там еще? Какие-то улеглись, какие-то еще не начинались, пока мы так приехали. Немножко отходим, успокаиваемся от поездки, да? Нормализуем свой ритм жизни и уже начинаем готовиться к следующим соревнованиям потихонечку. Ну, ты знаешь, опять же, допустим, вряд ли покреблю душу, если скажу, что вот, по-моему, так, как вы готовились к этому чемпионату, просто частично наблюдал, по-моему, вы ни к одному не готовились, да? Ну, кроме тренировочного процесса, еще вот вся организационная сложность сформировать команду. Эта поездка уже не на близкое расстояние, тут автобусом, как говорится, не отделаешься, да? То есть мы совместно с Министерством спорта России, а именно ЦСП «Резерв» смогли отвезти команду Республики Крым на первенство, с чем гордимся, вот, и чему очень рады, что наши спортсмены приняли, пусть и не все, которых мы в состав сборной включали в этот раз, там небольшое количество ребят не смогло поехать, потому что сложности, да, в организации были, но на самом деле, то есть ударной силой 21 спортсмен Республики Крым приняли участие 18 в первенстве и трое в соревнованиях мастеров. Ну, и давай пройдемся, давай начнем все-таки с молодых, да, вот, как молодежь выступила? Ну, сразу скажу и поздравлю ребят с гордостью, что Республика Крым в командном зачете завоевала из 39 субъектов Российской Федерации 8-е общекомандное место, я считаю. Для дебюта это просто потенциально. Да, даже не для дебюта, это отлично, потому что, например, команда Осетии, Алания, да, сильнейшая команда России, да и мира, она всеми признанная, 80 человек привезла команду, вот. Ну, да, количество непривоспорства, да. И наши ребята боролись не просто наравне, а в некоторых схватках, да, многие даже и выигрывали спортсменов, именно даже из этой команды, то есть это показатель мастерства, то есть ребята и девчонки наши не были для битья, а сами показали очень высокий уровень подготовки, серьезно. Ну, а чьи победы, опять же, ты можешь особо выделить? Кто тебя порадовал особенно? Вы знаете, на самом деле порадовали все. Почему? Не было наших спортсменов, которые проиграли, проиграли, и вышли у нас до двух поражений, да, в армспорте борьба идет, то есть две схватки проиграли, просто сражались, все показали себя воинами. Это, конечно, три медали, сразу три у Родиона Никитюка, это 15 лет, 55 килограмм он выступал. Ну, вы, если посмотрите, будут в новостях видео, вы гляньте на это лицо. То есть это каждый поединок сражения. Не завоевал медали в этот раз Кирилл Шабалтас, ну, за каждым поединком можно было наблюдать, не знаю, уже как взрослый, серьезный, такой с прожитыми годами спортсмен, он со спокойным лицом выиграл, ну, я не знаю, там, единственная категория, там, за 30 человек, колоссальное количество поединков. Я всех могу похвалить. Это и Владимир Солдатов, лучший результат, второе место в супертяжелой категории до 21 года. И Анищук Анастасия Бронза, Вероника Шелевальник Бронза, Рубан Мария Бронза, Волков Александр Судака Бронза. Ну, Бронза это, там, по две у кого-то медали, да? Здесь перечислять можно очень долго, наверное. И всех хотелось бы, то есть, серьезно говорю, вот как президент Федерации, 21 спортсмен, все показали высокий. Ну, а о ветеранах вообще отдельно, это две золотые медали. Третье общекомандное место на чемпионате России среди мастеров заняла команда Республики Крым из 27 субъектов Российской Федерации. По-моему, вообще, кубок нам вручили, все, потрясающий результат. Вот, и особенно, вот, тренеров хотел бы, которые в этот раз основные тренера подготовили команду. Это и Олег Шевкопляс, и Сергей Костюченко, и Ольга Терпилов, два тренера из Судака последнего. Больше всего медалей завоевали в этот раз именно судакские спортсмены в команде Республики Крым. Это и Сергей Паша Красный Мак, это и Георгий Панайоточ Катариди, и Расим Мемет, это вот у нас уже все Симферопольский район. Аплодисменты этим людям, непростой был год для подготовки, непросто им было. Тем более, знаем, нет у нас центрального зала, мы по небольшим залам все занимаемся. Ну, приходится находить варианты, да, будем откровенно? Ну, знаете, ну, раз так выступили, значит, получается, получается, и, думаю, даже получается хорошо. Поэтому вот таких вот эмоций вот именно ребятам, спортсменам... Давай тоже не скромничай, потому что ты супертяжелый весовой категории, стал серебряным. Ну, я выступил, да, уже возраст позволил в этом году, 40 лет. Ну, ты давно не выступал, да, вот на таком уровне турнирах, или нет? На таком уровне, ну, почему? Буквально два года назад на чемпионате мира в Бразилии, пятый я был среди... Ну, два года тоже срок. Открыто, ну, да, срок, конечно, срок. Вот, выступил в супертяжелой категории, из 13 спортсменов, завоевал второе место, серебряную медаль. Ну, и горжусь этим, потому что, ну, только, ну, как я и те люди, знающие, там, последняя пятерочка, да, то есть на третьем месте за последние годы этот человек все время становился чемпионом мира, трехкратный чемпион мира в мастерах последних годах. Четвертое место, вице-чемпион мира, причем по взрослой, в открытой категории. На первом месте чемпион Европы Алексей Урезов. Ну, так получилось, что у нас пошла больше тактическая борьба, и в этой борьбе Алексей в этот раз оказался победителем, но я как бы только начал в этой категории выступать. Ну, ты к нему присмотрелся. Еще раз толкаемся. Ну, было очень интересно и встретиться с людьми, которых много лет знаешь. Вот, например, четвертое место занял спортсмен Антон Минаев из Москвы. Мы с ним встречались в 2002 году на чемпионате мира в Египте в полуфинале. Вот, я тогда стал вице-чемпионом мира, второе место занял и выиграл тогда Антона. Я говорю, ты куда прибежал? Говорю, ты матч-риванш хочешь? И мы встретились с ним. Я опять выиграл. Ну, вот ты знаешь, я вот смотрю, как ты с какими впечатлениями рассказываешь про этот турнир, у тебя глаза горят. Потому что, вот ты знаешь, когда вы раньше приезжали с чемпионата в Украину, ну, будем откровенны, иногда вы просто вот на запасах, да, что называется, выигрывали. А здесь такие эмоции. Приходится где-то заново готовиться, заново себя тренировать, да, где-то ломать себя тоже. Ну, вы знаете, эмоций, конечно, больше, потому что чемпионат России... Я быстро сейчас скажу сразу про Украину. На самом деле нет. Было эмоций тоже много. И спасибо тем спортсменам, которые с нами брались рядом. То есть всегда чемпионат Украины, это было для нас праздник, для всех спортсменов. Но вот сейчас, да, а конкуренции, конечно, здесь совсем другой уровень. 549 спортсменов участвовали в первенстве России и свыше 100 спортсменов в чемпионате среди мастеров. Это колоссальные цифры. Я, человек, который за плечами где-то около 12 чемпионатов мира, скажу, что это уже подходит близко и по численности. Ну, допустим, в первенстве чемпионата мира больше 450-500 человек не было никогда. А тут Россия. И тут маленькая есть такая тайна, что первые 5 мест, первые 5 мест, любой из этих спортсменов как минимум готов стать чемпионом мира. То есть то, что кто-то из них поедет и займет там, зайдет в призы, это даже, да, это практически само собой разумеется. Вы же понимаете, сложные все ситуации, то есть Россия настолько благодатна вот физически крепкими ребятами, мы знаем, это борьба, да, то есть единоборство, это южные регионы, да, так там их 70%. 70% генетически одаренной молодежи. И вот наши смогли и доказали, что на территории Республики Крым уровень физического воспитания достаточно высок. Потому что у нас получается четвертых мест, четвертых мест у нас 7. 7 мест четвертых и 5 мест пятых. То есть это вы поймите, категория, когда 30 человек, подняться до 4-5 места, это надо выиграть. Говоря просто языком, заруба была знатная, да? Мясорубка. Вот действительно слово есть такое, мясорубка. Поэтому еще раз горжусь ребятами и очень рад, что они так выступили. Вот, то есть 9 бронзовых, я уже цифрами, да, буду, 9 бронзовых, 3 серебряных медали. Вот, ну, а в таких хороших местах, я уже сказал, ни одного не было спортсмена, который не порадовал. Ну, и расскажи, пожалуйста, вот еще один очень важный момент, да, что вот сейчас наши спортсмены в других видах спорта, в том числе, все чаще выезжают на общероссийские турниры. И очень часто, все равно будем откровенны, где-то их воспринимают пока как только участников. А тут вы приехали, увидели и победили. Ну, ко мне подходили перед этим, говорили. Реакция какая была? Говорили, ну что, ну хотя нас знают так заранее, ну некоторые такие, из отдаленных мест, вот, скажем, такие, ну что статисты приехали, там к нам приезжали ваши 30-40 спортсменов, чуть ни одной медали. Говорят, подождите, сейчас все будет. Мы, конечно, не олимпийский вид спорта, но лишний раз хочу напомнить всем, обращайте, пожалуйста, внимание на нас. Мы сильны, мы также славим нашу замечательную родину, республику Крым и родину Россию, надеюсь, будем славить. Вот. Поэтому не олимпийцам тоже внимание, тоже для нас свои места для тренировок, спортивную форму с надписью на спине Крым. И мы будем с гордостью носить и не подведем. Золотые слова, Андрей. Присоединяемся к каждому из них и действительно желаем, чтобы ты и твои ребята приезжали как можно с большим количеством медалей, не только с всероссийских турниров, там и на международные надо замахиваться уже. Спасибо. Спасибо. Сумо уже давно является одним из популярнейших видов мирового спорта. У себя на родине в Японии его давно уже считают едва ли не второй религией. Крым также не остался в стороне от мировых спортивных тенденций, нам есть кем гордиться и нам есть о ком рассказывать. Что такое крымская сумо и с чем его едят, что особенно немаловажно, мы сегодня постараемся узнать. Благо, наставник у меня, как всегда, один из лучших. Константин Ермаков. Заслуженный мастер спорта Украины по сумо. Чемпион Европы и мира. Многократный победитель и призер всеукраинских и международных турниров. Кость, здравствуй. Здравствуйте. Кость, ну мир сумо настолько многогранен. Да, расскажи, для дилетанта, что мы можем сегодня вкратце показать, первое представление, чтобы хотя бы получить его в этом виде спорта? Для дилетанта самое главное хорошо размяться. Вот, ну и все-таки надо замотать пояс, который называется мывайся, и там уже по ходу разберемся. Понял, приступаю. Ощущения от маммази, честно говоря, весьма своеобразные. Ты уже выглядишь как настоящий сумоист. Ну пока только выгляжу, видишь. Да, поэтому переходим к тактической части нашей тренировки, к теоретической. С чего начнем, скажи? С разминки. Сумоисты разминаются, основное у них упражнение для разминки это сикё. Идет низкий пресет, как можно ниже тянется, коленки в разные стороны, спина прямая. Отсюда идет перенос центра тяжести на одну ногу. И на этой ноге я поднимаюсь, вторую ногу поднимаю, идет хлопок по бедру. И опять ставим ногу назад. Теперь на другую переношу центр тяжести. И на второй ноге поднимаюсь, хлопок. Это упражнение служит как для разминки разогрева, как для растяжки мышцы, как для устойчивости равновесия здесь ловится. Задача сумоиста вытолкнуть за пределы круга, либо свалить соперника, чтобы он коснулся любой частью тела, кроме стоп. Поэтому предпочтительная стойка у борца сумоиста низкая. Ноги согнуты, центр тяжести пониже к земле, к ковру, к опоре, для того, чтобы легче было вытолкнуть. Сейчас покажу упражнение, как вырабатывается эта стойка. Пониже садишься, локти внутри колен. И делаешь шаг, и садишься ниже. Ноги скользят по ковру, не току. Следующее упражнение, уже приближенное к старту, к борьбе. То же самое, только быстро пробежаться. Борьба начинается с положения, когда два кулака твоих и два кулака твоего соперника стоят на ковре. И после этого по команде идет стартовое движение соперника. Еще раз пока. Вот сейчас это движение тебе надо попробовать. До этого мы шли медленно. Сейчас тебе надо максимально быстро пробежаться. Но при этом сохранить ноги согнуты. Посмотри со стороны. Главное, чтобы ноги скользили, да, больше? Главное, ноги скользили, и чтобы они оставались на той же самой ширине, не сужаются. Потому что, когда ноги узко стоят, тебя легко опрокинут. Центр тяжести, да? Да, ты должен... Опора. Опора у тебя быть побольше. Посмотри. Опять же. Ноги согнуты, таз пониже, как можно ниже ковру. После касания двумя кулаками идет, как выстрел, как самолет на взлет. Сейчас я на тебе отрабатываю старт. У тебя сразу три точки, три опоры. Голова, две руки. Вот, что получилось, у меня трехугольник. После этого сближения, это у меня голова и руки, это опора. Дальше работают у меня только ноги. Уперся головой. Вот, да. Да. Ноги пошире. Согнул ножки. Все, и теперь толкаешь меня только ногами. Да, только ошибка, ноги, стой, шутка, надо широко. Давай еще пару раз, уже поработаю. Вот, все, пошел. Ноги широко поставь. Широко, я тут тоже туда поставлю. Вот. И сейчас так, наверное, ноги широко это толкаю. Теперь твоя задача, подойти ко мне так же самое, как ты меня толкал только что. Медленно давай. Медленно. Вот. Только руки в упор. Все, и толчу. Ну, все, давай, пожалуйста, легко тебе сказать. Сейчас попробуем. Руки поставим. Я даю сигнал. Окей? Или вытолкнуть надо. Или смотреть, да? Либо, да. Любое касание, кроме стоп. Будь то рука, будь то колено, голова. Еще раз. Вы. Где же какие-то тактические хитрости, да? Вот, как петлять, когда ты уже близко, грубо говоря, к линии? Самому толкать раз. Не давать себя толкать, но это очень долго и сложно объяснять. И третье, найти бортик. Упереться. Есть еще развороты на краю. То есть ты меня толкаешь, толкай. Беги, толкай. Только моя жалка в разнород есть на краю. И получается, твоя же сила против тебя обращается, да? Да. Да. Из-за того, как вы можете, твоя же сила против тебя обращается, ты мне это сделаешь. В каждом виде спорта есть свои тактики, да? Вот, допустим, если в сумо, когда один, допустим, сумоист проповедует атакующую, к примеру, тактику, да, а второй более защитный, или такого нету? Нет, в сумо нельзя выжидать, потому что два шага, и там уже пропасть. А сколько средним, скажи, длится, допустим, сватка средней сумо? Не больше 10 секунд. То есть эти 10 секунд, да, люди годами готовятся, и ради 10 секунд получат. Это, может, ну, вот, в сумо, как есть плюсы, так и есть минусы. Ну, как, это тот же самый плюс, только для того, кто выиграл сумоист, это плюс. А представьте себе, ты готовился, действительно, долгие годы к соревнованиям, приезжаешь, вроде бывает даже соперник слабее тебя, но ты допустил маленькую ошибку, какую-то маленькую. Ты проиграл, ты знаешь, что ты сильнее его, но у тебя нету времени уже отыграться, как в другой... И ты опять шлёшь в другом, да, в другом виде борьбы. Ну, молодец. Это случилось? Да. Ученик превзошёл учитель на один момент, да? Кость, спасибо тебе большое за интересную тренировку. Честно тебе говорю, когда сюда шёл изначально, я даже не думал, что это настолько многогранный вид спорта. Потому что ты знаешь, он даже посложнее борьбы в чистом её понимании. Наверное, ты подтвердил. Спасибо большое, что пришли, что уделили вниманием такому прекрасному виду спорта, как сумо. Надеюсь, что зрителям это понравится и у нас появятся новые сторонники, любители этого вида. Ну, не прощаемся, до скорой встречи. Надеемся, в следующий раз встретимся с ещё большим количеством твоих... Подготовься, мы с тобой ещё поборемся. Ну, вот таким получилось наше с вами знакомство в сумо. Сказать, что я много узнал, это ничего не сказать. Потому что, несмотря на внешнюю простоту, на самом деле это очень многогранный вид спорта. И на самом деле, если вы придёте, хотя вы проведёте 2-3 тренировочки, вы это поймёте. Потому что тренируются все группы мышц, и то, что вы видите по телевизору в сумо, и у вас определённые стереотипы складываются, поверьте, это на самом деле не так. Хотите в этом убедиться? Приходите в секции по сумо. Их не так много, но они есть и в Симферополе, и в других городах Крыма. И попробуйте это на себе. А я на следующей неделе испытаю что-нибудь новенькое. Вот и всё, чем мы успеваем поделиться с вами в сегодняшнем выпуске. Через неделю вас ждёт новая порция свежей спортивной информации. Так что не пропустите, будет интересно. Это была программа «Мой спорт». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!